Встреча с руководством НАТО К визиту приковано самое пристальное внимание всего экспертного сообщества и политического класса. Как поведет себя Игорь Дадон с европейскими чиновниками? Как встретят его они? Какие заявления будут сделаны по итогам переговоров? А главное, как это все скажется на ситуации в самой Молдове? Ответить на эти вопросы, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте! И я представляю вам моих гостей. Это Валерий Угилецкий, депутат парламента, член парламентской комиссии по внешней политике. Здравствуйте! Здравствуйте! И Влад Батрынча, представляющий партию социалистов, депутат парламента, исполнительный секретарь ПСР. Правильно? Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте так, вот визит уже начался, потому что вот сейчас, если посмотреть на часы, президент уже находится в Брюсселе. Как вы полагаете, какие цели этим визитом ставит перед собой президент и чего намерены добиться европейцы? Господин Гелецкий. Ну, я начну с того, что вот этот визит в Брюссель, он был необходим. После визита в Москве нужно было поехать в Брюссель, потому что определенные декларации, которые господин президент сделал в Москве, вызвали, ну, такую неоднозначную реакцию. Даже некоторые европейские чиновники тоже, как бы, сказали, ну, мы ждем, пока господин Дадон приедет в Брюссель, и тогда мы некоторые вопросы сможем выяснить. Потому что наши отношения с Евросоюзом, со странами Евросоюза очень важны. Поэтому я приветствую, что господин Дадон поехал в Брюссель. Насколько я знаю, что основные встречи состоятся завтра. Те важные встречи, которые были запланированы. Сказать полностью о целях визита господина президента, мне немножко сложно. Из прессы, из того, что он на Фейсбуке написал, я так понимаю, что есть вопросы по поводу договора о соглашении о сотрудничестве нашей, об ассоциации с Евросоюзом. Потом вот это евразиатское, значит, вот этот меморандум, который он также отметил. Поэтому видно будет уже завтра, после того, как эти встречи состоятся. Какие будут официальные декларации. То, что в Москве прозвучало, я, скажем так, не совсем разделяю. Потому что некоторые декларации, которые господин Дадон в Москве сделал, они, мне кажется, говорят и о какой-то непоследовательности. Потому что, с одной стороны, когда мы говорим о соглашении об ассоциации, разговор шел о том, что нужно пересмотреть это соглашение. А потом были сделаны заявления, что надо отменить это соглашение. Поэтому, мне кажется, есть и определенные вопросы, которые нужно выяснить. Надеюсь, завтра, может быть, мы получим ответ на эти вопросы, чтобы знать, как построить нам дальнейшие отношения с Евросоюзом, уже имея, скажем, нового президента Молдовы. Спасибо. Господин Батрынчо, какие цели ставил перед собой президент и что намерены получить европейцы от этого? Ну, ничего нового. Господин Дадон неоднократно заявлял о том, что Республика Молдова будет искать партнеров по всему миру. Нам, безусловно, важно восстановить добрые стратегические отношения с Российской Федерацией. Там наши экономические интересы, там наши деньги, там наш трудовой рынок, там наш рынок сбыта и там наш энергетический рынок. Эти вопросы были проговорены на встрече с президентом Российской Федерации, но далее, как мы и говорили, будут выстраиваться конструктивные, нормальные, адекватные переговоры и отношения с европейскими партнерами. Мы прекрасно понимаем, что это наш важный, важный партнер, это наши соседи. Мы должны с ними иметь хорошие дипломатические отношения. Да, безусловно, господин Дадон будет выступать более категорично с позицией национального интереса, в первую очередь, наших экономических, экономических необходимостей, экономических реалий. Более категорично, чем кто? Ну, более категорично, чем те коллеги, которые готовили к подписанию соглашения об ассоциации. Я напомню, что до этого Украина отказалась подписать экономическую часть соглашения об ассоциации. То же самое в результате и в Республике Молдовы произошло, потому что есть очень ограниченный круг лиц, на самом деле, в нашей республике, который ознакомился с соглашением об ассоциации до момента его подписания непосредственно. Я знаю большое количество людей, это не секрет, на самом деле, что большая часть министров, членов правительств, большая часть депутатов, которые ратифицировали, может, господин Гелецкий читал, один из немногих людей, которые интересуются тем, чем он занимается. Но я знаю, большая часть депутатов, которые ратифицировали непросто, не были ознакомы с этим соглашением. И поэтому речь идет о построении абсолютно адекватных дипломатических отношений, внешних связей с позицией того, что все те документы, которые подписаны, либо которые в будущем будут подписаны, они должны анализироваться сквозь призму национального интереса Республики Молдова. И если мы категорически выступаем против, прежде всего, экономической части соглашения об ассоциации, то мы, безусловно, как партия, и господин Додон здесь не то, что не последует, но я поясню. Он сказал, что он как президент не будет выступать за расторжение этого соглашения, у него нет на сегодняшний день, по меньшей мере, у него нет таких полномочий. Но он сказал, что он рассчитывает на то, что партия социалистов после будущей победы на парламентских выборах, он вернется к этому вопросу. И отношения с европейцами мы именно так и будем выстраивать. То есть, господин Дилецкий, это ответ на ваш вопрос, что говорил президент в Москве? Я понял, но просто имею в виду, что во время кампании господин Додон говорил о том, что соглашение об ассоциации нуждается в пересмотре, потому что есть некоторые позиции как раз в части экономической, где нужно их пересмотреть. А потом, когда стал вопрос о том, что нужно расторгнуть это соглашение, это прозвучало довольно радикально. Мне кажется, вот эта позиция, она не совсем, скажем так, конструктивна, потому что все-таки соглашение об ассоциации, она принесла ей много хорошего, и нельзя это отрицать. И мне кажется, вот такие позиции могут вывести определенную реакцию, потому что расторгнув соглашение об ассоциации, это, я почти уверен, приведет и к потере безвизового режима. То есть будут определенные какие-то последствия. Не думаю, что президенту страны или вообще в целом гражданам нам нужна какая-то конфронтация сейчас. Я помню, о чем вы говорите, но ведь лейтмотив, насколько я помню, был таков. Если народ поддержит партию, а партия пойдет именно с этой идеей, это будет воля народа. Я понял. И президент имел в виду, что если будет такова воля народа, а он как глава государства, непременно это поддержит. Где вы здесь увидели Крамолу? Давайте так посмотрим на нашу соседнюю страну, Румынию. Вроде бы тоже была воля народа. И в какой-то степени смотреть, какие протесты сегодня на улице. Потому что тоже та же социал-демократическая партия и другие партии, которые сформировали правительство, у них 70% сегодня в парламенте. Но вот наступив на грабли, они вызвали такую бурную реакцию со стороны общественности, со стороны, скажем так, людей. Потом здесь все-таки, говоря о том, что если господин Дадон пойдет с этим лозунгом в кампанию, и он скажет, что да, наша основная цель, или как бы одна из основных целей, чтобы расторгнуть этот договор, это соглашение по ассоциации, и народ поддержит. Ну, с политической точки зрения, мне кажется, какая-то корректность и последовательность будет. Но с другой стороны... Ну, с другой стороны, народ будет неправ. Не, не то, что народ будет неправ. Ну, так получается. Я не это хотел сказать. С другой стороны, могут быть какие-то опять последствия в том плане, что нужно ли будоражить общество, или нужно просто разумнее поступать и действительно поправить то, что вот в наших национальных интересах тогда не было учтено, когда вот это ратифицировалось, это соглашение. Вот теперь скажу, как это вижу я. Вот, в принципе, этот визит, он будет очень отличаться от тех визитов, которые предпринимали молдавские чиновники в последнее время в Брюссель, да? Потому что раньше, когда приезжали наши чиновники, все наши премьер-министры, да, то, в принципе, что они делали? Они клялись в вечной любви Европейскому Союзу, соглашались практически со всеми условиями, и тон был, мягко говоря, такой лебезящий, да? Теперь это будет все-таки, насколько я понимаю, это будет несколько другая встреча, потому что не зря уже фоном прозвучали заявления президента, в которых он сказал, все это очень хорошо, мы должны дружить со всеми, это тоже его фраза, но первонаперво во главу мы ставим национальный интерес. Готовы ли к такому серьезному и другому разговору в Брюсселе? Нет, ну я согласен с вашей критикой, и думаю, что отчасти выбор был в том, что многие, скажем так, визиты и многие соглашения, они были приняты без того, чтобы вникать в суть того, что предлагается. Нет, не в этом дело, господин Гелецкий. Все визиты последних премьеров проходили на фоне украденного миллиарда. Понимаете? И когда уже наши чиновники приезжали туда, в Брюссель, с ними говорили несколько по-другому. Нет, нет, я имею в виду начало, вы уже как бы говорите о последних визитах. Да, я так далеко не заглядываю. Нет, но я имел в виду даже то, как мы пришли к соглашению об ассоциации и все там, что там предусмотрено. Вот здесь, я думаю, тоже есть определенная какая-то справедливая критика. Но, с другой стороны, надо признать, что в таких переговорах есть и такая составляющая. Берите или уходите. То есть не всегда ты можешь и договариваться, потому что наш национальный интерес, он не всегда может совпасть и с интересом других стран. И здесь нужно найти тот компромиссный вариант, нужно найти тот общий знаменатель, для того, чтобы оно было взаимовыгодно. Потому что без взаимовыгодных соглашений никто ничего не подпишет, если только односторонняя какая-то выгода. Вот господин Гелецкий видит это как компромисс. А вы как? Безусловно, я не согласен здесь. Если говорить с точки зрения дипломатии, международных отношений, то подписание любого соглашения, договора, либо каких-то других актов между государствами, либо государственными международными организациями, ему предстоит в нормальной ситуации очень серьезные раунды переговоров. Когда стороны предъявляют какие-то свои условия, да, стороны каким-то образом проводят свою политику внешнюю в интересах собственного государства. Потому что в конечном итоге мы подотчетны гражданам своей страны. И в конечном итоге показателем является уровень жизни людей. Да, красивые лозунги, красивая обертка – это замечательно. Но я хочу сказать, что в 2009 году рейтинг европейской интеграции среди населения был более 70%, сегодня менее 40%, в два раза меньше. Почему? Казалось бы, гордо подняли флаг Европейского Союза. Вопрос очень простой. Помимо кражи миллиарда и прочих вещей, они уже, к сожалению, сегодня становятся банальными. Уже не только это важно. Важно и просто то, что подписав соглашение, вот эту экономическую часть, мы лишились своего традиционного рынка, и мы не попали на европейский рынок. И вот это тот факт, с которым приходится жить молдавским сельхозпроизводителям и молдавскому промышленному какому-то классу, который еще есть. То есть, нас фактически, нашу экономику положили на лопатки. В этом не виноваты европейцы, потому что не европейцы должны быть озабочены молдавской экономикой. Но в этом, безусловно, виноваты те, кто подписывал это соглашение и не просчитал экономические последствия. Вот я вам хочу привести пример. Украинцы почему отказались подписывать экономическую часть соглашения об ассоциации? Они дали заказ своему Академии наук Украины. Академия наук просчитала, что в этот транзитный период они потерпят ущерб в около 20-25 миллиардов долларов. И они сказали европейцам, власти сказали, вот у нас, видите, в период транзиции вот такие-то потери. Это наша экономика. Что делать? Вы готовы нам как-то помочь с этим периодом финансово? Европейцы сказали нет. Они отказались подписывать экономическую часть соглашения об ассоциации. Януковича за это свалили Майданом. И что случилось, когда пришел Порошенко? Он тоже не подписал экономическую часть соглашения. Также и в нашем случае, уважаемые партнеры европейцы, если вы нас уважаете, и вы уважаете нашу страну, наш народ, мы потеряем убытки. Нашим сельхозпроизводителем. Окей. Они, кстати, взяли на себя определенную даже где-то для сельхозпроизводителей программы. И они кое-какие небольшие деньги выделяли. Только эти деньги почему-то пошли не простым молодаским сельхозпроизводителем, они шли на Каравиту, на другие компании, близкие власти и так далее. В итоге, вокруг всего подписания соглашения об ассоциации и последствий, которые происходили после этого, произошло очень много грязных, нехороших вещей. И в конечном итоге простой человек, он пострадал. Жизнь простого человека не стала лучше. Да, нам говорят о том, что есть какие-то гуманитарные программы, построили там где-то кусок дороги и так далее. Мы благодарны, и мы благодарны европейцам за поддержку. Но мы должны для себя четко понять, как мы видим будущее своего государства. И я абсолютно уверен, Людмила, что господин Дадон достаточно хорошо подготовлен как дипломат. Он будет достойно представлять интересы Национальной Республики Молдова. И я уверен, что европейцы обязательно прислушаются. Потому что европейцы вполне адекватные ребята. Когда с ними беседуешь, они соглашаются с теми аргументами. Но другой вопрос, что кто-то должен иметь силу воли и иметь, так скажем, не запятнанную репутацию, что вы намекнули на миллиарды и так далее. Нельзя шантажировать политиков. И если он будет проводить эту линию в интересах людей, то я уверен, что люди это оценят. Вот вы говорите об аргументах. Сегодня президент опубликовал свое видение в цифрах наших экономических отношениях с Европейским Союзом и не только. Но нас интересует пока именно этот момент. Он опубликовал их в своем блоге, и потом они разошлись по всем СМИ. Вот что говорят цифры, его аргументы перед европейцами. За период с 1 сентября 2014 года по август 2016 года такие данные, в условиях свободной торговли с ЕС экспорт страны Евросоюза уменьшился на 41 миллион долларов. В итоге с июля 2014 по август 2016 экспорт молдавских товаров на российских рынок из-за этой всей ситуации снизился на 325 миллионов долларов. Еще одна цифра. За два года действия соглашения об ассоциации с ЕС приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы оказался на 17% меньше, чем за два года до начала действия соглашения с ЕС. Вот грустно звучит. Я не знаю, вот эти данные, которые он положит на стол перед европейцами, вот все, о чем я сейчас говорила, кто-то должен взять вину на себя. Да, но здесь, понимаете, как провести прямую связь между этими цифрами и, скажем так, соглашение об ассоциации, это не так просто, потому что падение товарооборота или торгового обмена, он может быть связан с другими факторами, не обязательно с тем, что вошло в силу соглашение об ассоциации. И, кстати, то, что вы сказали по поводу российского рынка. Ведь, понимаете, как здесь все-таки условия России, они тоже сказываются, потому что Россия тоже навязывается. Потому что Россия после того, когда мы ратифицировали соглашение, значит, стали ассоциированным членом, она нам честно сказала, все, ребята, на этом ваши льготы закончены. Является ли это экономическим аргументом или более геополитическим аргументом? А мы разве не должны взвешивать все аргументы при подписании документов такого рода? Я думаю, что нужно, нужно взвешивать, но с другой стороны, надо и Россию видеть в том, чтобы она уважала национальный интерес Молдовы, а в том, чтобы наказывать такую страну, как Молдову, потому что Молдова подписала вот это соглашение, не посоветовавшись с Кремлем. Это тоже не совсем дипломатично. И как-то вот Влад говорил, что не согласен с тем, что это компромисс. Здесь, Влад, ты сказал о том, что это результат переговоров, а когда стороны договариваются, то они ищут как раз те точки соприкосновения. Поэтому я согласен. Согласен с тем, что когда подписывается какой-то международный документ для страны, он подписывается в результате многих встреч, в результате этих длительных переговоров, чтобы найти как раз тот общий знаменатель, чтобы это было взаимовыгодно. Абсолютно точно. Вот так, как вы говорите, так должно быть. Так должно быть. А вот как есть, это хороший вопрос. Я не говорю, что оно было на 100% так, но то, что это как бы так была, это линия. Мне кажется, линия была. Может быть, не совсем удержали это направление. Я помню, когда и господин Лянко, потом Наталья Герман, они приходили и говорили нам, что они были в Москве. Они пытались убедить наших коллег в Москве, что, слушайте, это интересах Маду. Да, они говорили, что ничего этого не было. Как-то это, ну, это уже, знаете, дела минувших дней. Хорошо, вы знаете, я бы мог вот обвинить там господина Гилецкого в идеализме, что вот он действительно видит многие вещи так, как они должны быть, они такие, как они, к сожалению, есть в молдавской политике. Он-то прекрасно знает, что произошло в стране, и почему так обрушился рейтинг европейской интеграции. Просто потому, что те чиновники, которые дефилировали европейским флагом, на самом деле занимались банальными хищениями, воровством. Но это вопрос другой. Как будет дальше и как это видится? Господин Додон предлагает принципиально новое видение наших переговоров, нашей внешней политики. И, наверное, впервые для Республики Молдова, как минимум, мы предложим трехсторонний формат переговоров, то есть Кишинев, Молдова, Россия и Европейский Союз, для того, чтобы вот мы, государство, которое является стыком где-то интересов. И эта идея поддержана Россией, но наши пока не сказали ни слова. Я имею в виду представителей правительства. Я не уверен, что это очень хорошее. То есть вы думаете, что они тоже в этом не уверены? Вы озвучите свое мнение, но, во всяком случае, он хочет предложить рестарт отношений, для того, чтобы мы попробовали договориться в трехстороннем формате. По одной простой причине. Можно идеализировать только одну сторону, Запад или Восток. Хотя в реальности говорят, ну что Россия так отреагировала, вот это наш национальный интерес, вот мы так и тянем. Подождите, ребят, а кто параллельно закрывал российские передачи? Кто параллельно делал декларации с обвинением в адрес? Кто объявлял России санкции? Мы Республика Молдова, мы маленькая страна, мы не являемся геополитическим игроком. Нам какого, извините за выражение, не буду сказать какого, но нам лезть рожна, спасибо, нам объявлять кому-то санкции. Мы вообще кому, кроме самих себя, можем предъявить санкции? И поэтому нормальная, адекватная реакция со стороны России, вот тут начали это самое, они ответили. Вопрос еще, мы хотим принципиально перезагрузить эти отношения и попытаться объяснить. Вот то, о чем на своем блоге написал господин Плохотнюк, на самом деле это просто еще одна идея, которую он украл у социалистов. Я объясню, о чем идет речь. Это мы говорим и российским, и европейским чиновникам во встречах, мы говорим о том, что Молдова может стать правильным мостиком между Востоком и Западом. Мы можем стать нормальной страной, которая стабильной, предсказуемой, с нормальной инфраструктурой, которая будет удобна для дипломатических, экономических проектов. И Западу, и Востоку. Но дайте нам выстроить такую политику. И поэтому господин Дадон предложит европейцам. Давайте все вместе сядем за стол переговоров. Европейцы хотят реабилитировать рейтинги европейской интеграции, потому что они же понимают, что здесь происходит. Давайте говорить россияне, если они хотят понимать, что... А вот господину Гелевскому не очень нравится эта идея. Мне вот интересно, почему. Потому что я не думаю, что у нас есть много примеров. Я, по крайней мере, не слышал о таком подходе в международных договорах. О трехсторонней переговорах? Потому что, понимаете, как... Почему? Потому что каждая страна, она исходит, как мы уже говорили, из своего национального интереса. Я должен с вами договариваться. Я вот как-то с вами, если договорился, вы страна или Евросоюз... Гелецкий, вы сейчас хотите поставить жирную точку на всем переговорном процессе? Вы хотите сказать, что у нас переговоры по Сирии не ведутся, что не ведутся какие-то еще переговоры? Там разные национальные интересы? Мы говорим о другой стороне. И если поставить так вопрос, я считаю, что случится то, что с Приднестровьем. То есть заморозится, все заморозится. Потому что у нас такой же формат примерный в Приднестровье, когда есть и Евросоюз, и Америка, и Россия. И мы все топчемся на месте. Потому что в таком формате нельзя какие-то прогрессы сделать. Это мое понимание. Так мы же предлагаем другой формат. А какой вы предлагаете? Вы предлагаете формат Россия, Евросоюз и Молдова. А чем это отличается от подхода к решению Приднестровской проблемы? Ну хотя бы тем, что там нет Украины и нет Соединенных Штатов. Ну я не думаю, что это не так. Это первое, что приходит на ум. Понимается? Я думаю, что это не рабочий вариант. Господин Гелецкий, вы член активной молдавской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Я думаю, что там вам коллеги подскажут, что существуют трех, четырех, пяти, шести форматные переговоры. Это сейчас очень модная тенденция на Западе. Они таким образом консенсусом решают очень много вопросов. Более того, они уже приходят в своей международной практике к тому, что вот шесть-семь участников формата и абсолютный консенсус, пока все шесть-семь и более не подтвердят, ничего не решают. Современная демократия. И это обязывает стороны к тому, чтобы дискутировать. Это обязывает стороны к тому, чтобы находить компромисс. Когда мы говорим о каких-то конфликтных ситуациях, когда есть и военные конфликты, есть преднестровские. Тогда еще сложнее, господин Гелецкий. Согласен, но тогда ты вынужден. Вы сравниваете с Приднестровьем, понимаете, гораздо проще экономические вопросы решать, чем в Приднестровье всегда возникает вопрос статуса. Вот мы хотим задать европейцам простой вопрос. Вот они будут уважать Молдова, Молдавский народ, Республику Молдова, если Молдова отменит санкции по отношению к России. Для европейцев-то принципиально. Я думаю, что нет. Это можно решить. Тогда российская сторона пойдет на встречу Молдовы в решении ряда экономических вопросов. Если мы принципиально скажем, вот ваше соглашение об ассоциации, которую вы ратифицировали, вот в условии, если Молдова не будет участвовать в геополитических американских играх, в санкциях и так далее, они, российская сторона, готова пойти на встречу в решении определенных вопросов. То же самое с европейцами. И в итоге, я вот начал говорить о том, какую идею у нас демократы пытаются ввести, вот мы можем построить нормальный мостик. У нас нет геополитических амбиций. Мы можем это выстроить. И в истории нет ничего абсолютно нереального. Все делается людьми и все решается людьми. Время покажет, если этот вариант рабочий, если он приведет какие-то успехи. Я думаю, что он не подходящий вариант для решения этих вопросов. Нужно договариваться отдельно с Россией. И когда ты договариваешься с Россией, ты знаешь, о чем ты договаривался ранее с Евросоюзом. Можешь вернуться и сказать, вот это мы можем или должны пересмотреть, потому что дальше мы не можем двигаться и так далее. Я думаю, что это был более практический, более прагматичный подход к решению такого рода вопросов. А вы знаете, господин Дадон сейчас устроит маленький тест европейцам. Он заговорит о том, что мы хотим подписать меморандум, это правильно называется, о сотрудничестве с Европейским экономическим союзом. Он имеет в виду с евразийским. Причем он подчеркивает, что его положение заранее они не будут противоречить подписанному и ратифицированному нашему соглашению об ассоциации. То есть он примерно скажет так, господа европейцы, хорошо, у нас есть проблемы. Видите вот эти ужасные цифры, вы их не можете не видеть, вы не можете не понимать, в какой ужасной экономической ситуации мы находимся. Мы должны торговать с Россией. Вот мы хотим подписать этот меморандум. И вот то, как ответят европейцы, для меня, например, будет хорошим тестом. Их желание помочь или не помочь Молдове. Как полагаете? Ну, мне сложно ответить. Я на 10 лет посмотрю, что европейцы скажут. Нет, вы согласны с тем, что это будет хорошим тестом на их отношениях к стране? Если на самом деле этот меморандум евразийский, и вообще вся эта концепция евразийская, она не противоречит соглашению об ассоциации, я проблем не вижу. Но я не уверен, что там нет противоречивых элементов. И на первый взгляд может казаться, что все хорошо, все должно идти гладко. А если эксперты вникнут, и они обнаружат, что есть проблемы, мы не можем вот так просто подписать этот меморандум, не учитывая определенные последствия, взяв на себя какие-то обязательства. Потому что, когда ты подписываешь какой-то документ, определенные обязательства на себя берешь. И их надо уважать. Я абсолютно уверен, что это все реально. Международное право позволяет нам, как субъекту международных отношений, заключать десятки договоров. И, конечно, есть работа техническая, дипломатов, потому что были устранены какие-то потенциальные противоречия. Это абсолютно нормальная модель. Вот опять же, этими цифрами никого не убедишь. Но до 2009 года прямых инвестиций в Республику Молдова было за последние годы, 2008-2009, почти 900 миллионов евро. Данные Национального банка, данные статистики и так далее. Сегодня это меньше 200 миллионов. То есть инвестиции прямые упали в 4,5 раза. Я давала несколько других сравнителей. Помимо других, нет. Я беру с 2009, вы взяли последние два года, сравнили с предыдущими. А я вот беру сравнение до 2009 года. Инвестиции упали, все показатели упали. У нас, очевидно, есть экономические проблемы. Это не проблемы европейцев или русских, это проблема наша. И мы должны думать, как мы ее решим. Если нам меморандум, по которому мы можем получить статус наблюдателя в евразийских экономических структурах, экономических, европейских, судя по политической структуре, уже априори здесь не может быть политических каких-то вещей. Но если мы подписываем это соглашение, если мы получаем доступ к очень крупному рынку, на котором мы уже сегодня востребованы, и мы начинаем, наша экономика начинает работать, у нас потенциал экспорта туда 1,5 миллиарда долларов в год. Это то, что мы можем честно зарабатывать. А молдаване всегда всю историю честно зарабатывали. И я уверен, что это скажется очень хорошо на нашей экономической ситуации. Если мы получим другую цену на энергоресурсы, это очень сильно улучшит уровень жизни нашего населения. Нам двигаться. Что могут отсказать европейцы? Нет, принципиально вы должны жить так, как вы живете сегодня. На свой рынок мы вас не пустим, у нас своих производителей хватает. В Европе-то кризис перепроизводства. Они производят больше товаров, чем потребляет их рынок. Они сами ищут восточный рынок, российский и другие. Если они адекватно отреагируют дипломатически на эти вещи, ну что они могут сказать против-то? Я думаю, что еще господин Дадон может сказать, не знаю, вслух или не вслух, но наверняка имеет в виду такую вещь, что говорить о единстве в отношении Евросоюза, на сегодня их позиции, в том числе и в экономике. Я уже не говорю о политике. Не представляется возможным, потому что на сегодняшний день Европа и ее институты не являются едиными. И вы знаете, о каких вещах я говорю. Да, и они делятся не только по отношению к российским санкциям, а по многим-многим другим вещам. То есть сегодня в Европе, Европа тоже переживает серьезный кризис, в том числе и все ее институты. Поговорим немного о политической составляющей этого визита. Конечно, не могу здесь обойти стороной встречу господина президента с господином Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. По той информации, которая у нас есть на сегодняшний день, президент хотел бы, чтобы структуры НАТО подтвердились для Молдовы уважение нашего статуса нейтралитета. Вроде бы ничего экстраординарного нет, но уже сопротивление есть в стране, уже спикер быстренько высказался о том, что мы не нуждаемся в ни в каких дополнительных вещах. Ему вторят премьер-министр. Вам как вообще эта идея, господин Гелецкий? И как вы полагаете, как встретят в НАТО эту идею? Я не знаю, для меня тот факт, что Молдова является нейтральной страной. То, что записано в Конституции, само собой, то есть всем ясно, что зачем спросить генерального секретаря НАТО, чтобы он публично заявил о том, что да, я признаю нейтралитет Молдовы. Мне кажется, здесь больше такая политическая составляющая для президента. Он хочет, не знаю, видно у политиков, и в том числе у господина Дадону, такое желание сказать, я все-таки заставил генерального секретаря НАТО, чтобы он признал нейтралитет Молдовы. Мне кажется, никто и не ставил под вопросом, что Молдова нейтральная страна. В момент, когда мы подписали вот это соглашение о партнерстве с НАТО, вот это соглашение, сколько раз мы на эту тему говорили, это соглашение было с самой независимости Молдовы, и когда коммунисты были у власти, и когда господин Дадон входил в этот кабинет министров и так далее. Вот эти программы, миротворческие программы и программы гуманитарного характера, они всегда были, поэтому не нужно здесь усложнять или как-то так делать из этой проблемы, когда здесь проблем нет. Правда? Вы искренне считаете, что проблем нет? То есть вы считаете правомерно сравнивать ситуацию сегодняшнего дня с той, которая была, например, лет 10 назад? Да, я так считаю. Только тогда у нас не было речи, даже не шла о том, чтобы мы открывали офис НАТО. Это все-таки другая немного ситуация. И вот я думаю, что сейчас Влад Батренча будет говорить о тех вещах, которые не устраивают в том смысле, как ведет себя здесь Североатлантический альянс и как его главная встречает оппозиция. Я права, господин Батренч? Сейчас Влад скажет, просто еще одно слово. Ну, господин президент, согласно Конституции, он главнокомандующий. Ну, в конечном итоге... Верховный главнокомандующий. Да, Верховный главнокомандующий. Он Верховный главнокомандующий. То есть, собственно говоря, нейтралитет зависит по большому счету и от Верховного главнокомандующего, не от генерального секретаря НАТО. Как интересно. Господин Батренч, Вы согласны с тем, что у нас нет никаких угроз со стороны каких-то других сторон в плане нашего нейтралитета? Я думаю, что господин Дадон Игорь Николаевич не настолько наивен, чтобы задавать просто вопрос, чтобы самоутвердиться генеральному секретарю. Я Вам приведу только одну стату господина Столпенгера. Я ее, кстати, генеральному секретарю НАТО, ее, кстати, в парламенте задавал Министерство юстиции, который рекомендовал нам открытие, прорабатывал открытие офиса по связям с НАТО. Раньше у нас был Центр информирования и документирования, а сейчас офис по связям с НАТО. Я им привел одну фразу. Господин генеральный секретарь позволил себе сказать, что нашу армию необходимо модернизировать, наша армия должна быть боеспособной, наша оборонная концепция, наша оборонная концепция, она устаревшая, она не соответствует реальности и так далее. Мы говорим о нейтральной стране, где никто не имеет права вмешиваться в нашу оборонную концепцию. И тут целый генеральный секретарь Североатлантического альянса, которые занимаются тем, что они и бомбардировки, все что угодно, вмешиваются в политические дела суверенных государств. И тут он говорит, что нам надо готовиться к боевым действиям. Нас это напрягает. И это напрягает людей. Потом, что было 10 лет назад и что сейчас? 10 лет назад Центр информирования и документирования говорит за себя. Я вот в парламенте цитировал коллегами из других фракций, которые, может быть, не имели времени ознакомиться с уставными задачами, что прописано в уставе уже Центра, Центр, который был открыт у нас в Кишиневе. Так вот, что там написано и чего не было раньше. Там написано, что им Государство Республики Молдова предоставляет право строить военно-стратегические объекты. Там это написано черным по белому. И более того, их освобождают от всех налоговых сборов, их обеспечивают вплоть до военного контингента дипломатическими паспортами, дипломатическими прикосновенностью. Им предоставляют право создавать и строить вот эти объекты, военная инфраструктура, и самим охранять эти объекты, то есть без государства на территории, которого они расположены. И нам говорят о том, что да, у вас нейтралитет, мы все признаем и тогда, но мы же тоже не папуасы, мы не аборигены. Мы умеем читать. И мы видим, что нас втягивают и протягивают по той программе, которая не... Вот в Молдове еще чего не хватало, санкции мы уже России объявили, Россия уже потеряла сотни миллиардов долларов из-за этих санкций, в кавычках. И вот давайте мы сейчас еще будем бряцать оружием. Но не нужно нам играться в войнушку. Мы должны понять, у нас самая главная беда, помимо коррупции, это нищета. Это нищета, потому что наши селы вымирают. Ну куда нам военная инфраструктура? Ну кому мы хотим показать свои мускулы? Кому мы... Поэтому господину генеральному секретарю в виде риторического вопроса, на который не требовалось его ответа, напомнили о том, что Молдова нейтральная страна. И его заявление, которое он сделал, мы тоже читаем. Да, может быть, они рассчитывали, что эти заявления растиражируют где-то там. А до нас они... Но они до нас дошли. И эти заявления, это его грубое вмешательство в наши дела. Нет, полностью не согласен с тобой. Влад здесь, потому что это никакое не вмешательство. Это заявление говорит о добром. И я думаю, это законно. И как бы сказать, для нас это в наших интересах желание, чтобы у нас была действительно боеспособная армия. Когда мы говорим о том, что мы нейтральная страна, это не означает, что мы не имеем свою собственную армию. А давайте откроем офисы договора о коллективной безопасности. Да, они нам помогут. Представляете, тут поднимутся на уши. Вот господин Гелецкий, давайте так. Вот мы будем выражать, знаете, здесь тоже волю других офицеров, которые скажут, что там стандарты круче. Почему нет? Нет, ну при чем тут это? Мы говорим о том, что... Хорошо, вы не ответили на мой вопрос, но это ваше право по поводу офиса договора о коллективной безопасности. Я хочу немножечко по-другому сказать. Вы знаете, вот вообще есть такая хорошая вещь, как прецедент. Да? Вот смотрите, я порылась и нашла. Туркменистан. В 1995 году. Что они делают? Они создают прецедент. Они принимают закон о постоянном нейтралитете Туркменистана. Так вот, что интересно, в этот же день Генеральная ассамблея ООН принимает резолюцию, в которой признается и поддерживается провозглашенный Туркменистаном статус постоянно нейтрального государства. Вот скажите, почему Туркменистану можно добиваться признания своего нейтралитета на международном уровне? А почему, вот когда вы будете знать, что написано в Конституции, тогда будете говорить, а почему Республика Молдова не может добиваться признания своего нейтралитета со стороны военного блока? Любая страна и любая международная организация, которая признает суверенитет Молдовы, по определению признает Конституцию Молдовы, где черно-побелому написано, что мы нейтральная страна. Я почти уверен, что в Конституции Туркменистана ничего не сказано о нейтралитете. Поэтому им нужен был этот закон о постоянном нейтралитете. То есть они поленились это внести в свою Конституцию, им необходимо было обратиться сразу. Господин Гелецкий, давайте не будем говорить то, о чем вы не знаете, но у нас не так много времени. Хочу немножечко эту тему политическую свернуть, но перейти на политическую ситуацию у нас в стране. Потому что, как показала Москва, визит президента, за ним внимательно следят в Кишиневе, и он влияет на ситуацию в самой стране. Вот как этот визит повлияет на политическую ситуацию в стране? Ну, после того, как визит закончится, в зависимости от тех результатов, может быть, каких-то даже устных, скажем так, соглашений, деклараций, то уже можно будет сказать, как этот визит повлияет на политическую ситуацию в нашей стране. Я бы хотел, чтобы он повлиял в положительную сторону. Чтобы вот этот визит действительно был в интересах Республики Молдова, в интересах наших граждан, чтобы экономика развивалась, чтобы люди дальше продолжали свободно ехать по Европе, чтобы можно было приобретать больше инвестиций в нашу страну. Поэтому я вот этого ожидал бы. А я думаю, уже завтра, после того, как визит закончится, или, скажем, послезавтра, можно будет делать определенные итоги и выводы, и сказать, что вот этот результат или этот визит был успешным. И вот в этой части он был успешным, а в этой части, может быть, менее успешным. Я заранее не буду сейчас делать определенные выводы. Господин Витальевич, какого Вы ждете результата? Вот как это все скажется на ситуации в стране? По имени для Вас, представителей коалиции? Мы уверены, что нас поймет большинство людей, и это для нас очень важно. Мы чувствуем поддержку людей, люди понимают, что что-то надо менять, и надо менять подход. Надо проводить политику в интересах национальных, в интересах людей. Мы не должны позволять делать себя чьей-то колонии. Не должны это позволять ни Западу, ни Востоку. Мы должны проводить политику в своих интересах, мы должны продвигать свой интерес. Мы уверены, что если будут конкретные результаты по визиту в Москву, то и люди почувствуют реальные изменения, то все будет хорошо. Что касается коалиции, ну, конечно, будет истеричная реакция вот этих мальчиков с рейтингом по полпроцента, по четверть процент. Есть партия, которая, получив 19 мандатов, еще надо посмотреть, как они получили эти 19 мандатов, которые сегодня контролируют более 60, и которые контролируют сегодня и правительство, и парламент, и претендуют на то, что они в этой стране решают абсолютно все. Мы напомним, что мы живем в демократическом государстве. Суверенитет принадлежит народу. Люди делегировали очень серьезную свою часть суверенитета президенту через инородные выборы. Никогда столько еще людей не участвовало в выборах. Люди, значит, поверили в Додона. И люди прекрасно понимают, кто за него голосовал, прекрасно понимают, за что он выступает. И я считаю, и люди считают, что Додону надо дать шанс. И люди очень надеются на то и верят в то, что ему получится что-то изменить, и начнет меняться не только политика, но и экономика в лучшую сторону, и люди как-то, и уровень жизни людей. И люди очень надеются, и многие связывали последние ожидания с этим. Потому что уже столько разочарований. Поэтому будет определенная истерическая реакция, Людмила, отвечая на ваш вопрос. Но мы ее абсолютно не… Нет, я хочу вопрос поставить вам жестче. Вот смотрите, если по результатам этого визита станет понятно, что общий язык с европейцами был найден, мы увидим, что риторика другая, мы увидим, что и стороны договорятся о сотрудничестве. Вы полагаете, это обрадует представителей правящей коллекции? Я думаю, от этого выиграют все, в том числе и те люди, которые выступают за европейскую интеграцию. Люди это оценят, оценят и господин Гелецкий, если увидит нормальную реакцию стороны европейских партнеров. Но есть, конечно, товарищи, которые этого не оценят. И есть товарищи, которые будут делать все, что возможно, вплоть до импичмента. И они думают, что они напугают или очень сильно нас ставят в рамки тем, что они пугают президента избранного народом импичментом. Но пусть попробуют, пусть пойдут на импичмент. Господин Гелецкий, вот смотрите, если визит так пройдет, как сейчас сказала я, на фоне этих всех ожиданий, то что покажет президент Дадон? Президент Дадон покажет представителям правящей коалиции в том числе, что он является более гибким политиком, но самое главное, рациональным. То есть он покажет. Вот смотрите, уважаемые представители правительства, уважаемые министры, уважаемая правящая коалиция. Вот я был в Москве, говорил, как с представителями Востока, меня приняли хорошо. Вот так я и говорил с представителями Запада. То есть, а ваша риторика на сегодняшний день, она сводится только, знаете, туда, в европейское направление. Поэтому я более заслуживаю доверия народу. Разве не так? Ну, в принципе, скажем, народ уже скажет, кто больше доверия заслуживает. Не, ну вы сейчас, вы сейчас как политик рассудите. Я вам нарисовала картину. Как политик я хотел чуть-чуть подкорректировать Влада, сказать, что, ну, господин Дадон получил... На вопрос Влада удобнее отвечать, чем на мой, я понимаю. Нет, нет, я отвечаю на ваш вопрос. Господин Дадон получил 52%, потом есть еще 48%, вот так грубо, да, которые имели другое мнение. Поэтому, как президент, все-таки он, скажем так, я бы на его месте все-таки старался, чтобы заручиться большей поддержкой народа. Идя по вашему сценарию, я чуть-чуть его раньше тоже говорил, если господин Дадон, если господину Дадон удастся в этом визите, как бы так, найти общий язык с европейцами. И европейцы тоже увидят, что в его позиции есть рациональное зерно, и это в интересах Молдовы, и это все оправдано. То понятно, что в этом случае надо будет поприветствовать этот визит. И я действительно, как рациональный человек, я не смотрю на цвет в данном случае, что господин Дадон представлял до недавнего социалистическую партию. Если результат в интересах нашей страны, его надо приветствовать. Просто все-таки вызывает определенные сомнения то, что вы сказали по поводу евразийской этого меморандума. Посмотрим. Я не уверен, что европейцы, скажем так, они согласятся с этой идеей. Уже завтра мы увидим, если эта идея пройдет или не пройдет. Но даже если эта идея не пройдет, но другие идеи пройдут, вот те идеи, которые пройдут, их надо поприветствовать. И нужно, конечно, оказать поддержку, не то, что поддержку президенту, нужно просто исходить из того, что мы призваны к тому, чтобы служить нашему народу. То ли ты депутат, то ли ты министр, президент и так далее. Господин Гилецкий, вот говорите вы, я вас слушаю. И мне кажется, что телезрители сейчас у них только одна мысль. Если бы вот так вот рассуждали политики, на самом деле все, нужно служить народу. И это были невысокие слова. Я думаю, мы бы все жили лучше. Можно очень. Если очень коротко. Очень коротко. Мы абсолютно убеждены, что европейцы напугают меморанам и евразийскому экономическому сотрудничать. После грядущего развала Европейского Союза в нынешней форме, мы уверены, что часть стран современной Европейской Союзе подаст заявку в евразийский. И политика меняется, история меняется. Да, я благодарю вас за участие в этой программе, за то, что вы высказывали свое мнение и спорили. В споре рождается истина. Поживем, увидим. Осталось ждать всего несколько дней. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...